За последние три месяца в жизни кубанского казачьего войска произошло, быть может, больше, чем за предыдущие 20 лет возрождения традиций дедов и прадедов на Кубани. В январе 500 лучших казаков-дружинников отправили сохранять порядок в Олимпийский Сочи. Проверяли гостиницы, частные дома, улицы, транспортные узлы. Уровень преступности в городе сократился в разы. Полторы тысячи нелегальных мигрантов выдворены из страны. А в марте тысяча добровольцев из числа войска отправилась в Крым. «Я вами горжусь», — говорит Атаман. «Вы с честью выдержали все испытания», — обращается к казакам губернатор. Кубанские казаки первыми в России откликнулись на призыв крымчан о помощи. Не побоялись, собрались и уехали охранять порядок. Уехали добровольно, не по приказу. Для многих это было сложное решение, ведь в Крыму им грозила реальная опасность. И все-таки в кубанском казачьем войске нашлись целая тысяча смельчаков. 500 из них — это казаки Таманского отдела нашего войска. Наши казаков до сих пор с благодарностью вспоминают в Севастополе, в Симферополе, на Перекопье, в Турецком валу, в Чангаре. И мы тоже гордимся вами. Вы — та сила, которая способна обеспечить на территории нашего края порядок и стабильность. За мужество, усердие и высокую организованность Александр Ткачев награждает атаманов и казаков. Ценные подарки, награды, медали Героя Труда Кубани удостоен Иван Безуглый, атаман Таманского районного казачьего общества и казачий генерал, атаман войска Николай Далуда. Люди простые, когда мы шли в казачьей форме, обнимали, благодарили кубанских казаков. Весь Крым знал, что казаки Кубани стоят на защите рубежей русского государства. Президент Владимир Владимирович Путин сказал так. Немыслимая прошлая история и нынешняя история без казачества. Так вот мы на сегодняшний день воплощаем это в жизнь. Наши деды когда-то защищали рубежи, наши границы, и теперь делаем мы. От имени депутатов Кубанского парламента за отвагу и верность службе казаков благодарит Владимир Бекетов. Парламентарии делегировали его наградить участников крымских событий. Каждый из вас сегодня причастен к великому историческому событию. Сохранению мира в России, сохранению ее территориальной целостности и увеличению. И вам за это низкий поклон. И от всего депутатского корпуса Кубани, и от меня лично. Это был поход. И с похода вернулись все живые и здоровые, слава богу. И молодежь же с нами была. Тех, которых мы воспитывали еще со школы. Вот. Они там себя прекрасно показали. Очень хорошие ребята. Как раз в таких мероприятиях проверяются люди, чего они стоят. Доказывать, чего они стоят, казакам пришлось в непростых условиях в Крыму, напряженно работая в Сочи, неся ежедневную службу на улицах кубанских городов и станиц. Обращаясь к катаманам, Александр Ткачев вспомнил, как еще сто лет назад большие воинские тренировки назывались казачьим котлом или казачьим варом. В них участвовали все, от мальчишек до стариков. В таких варах и формировались казачье равенство, взаимовыручка и понятие чести. Мы с вами казаки за все эти годы тоже не раз выварились. И когда занялись возрождением казачьей страны Кубани, и когда проходили непростые этапы становления кубанского казачьего войска, и когда доказывали, что мы настоящие патриоты и неряженые, наша главная задача, чтобы кубанцы жили спокойно, чтобы не боялись за своих детей. Чтобы наш край и дальше был самым стабильным, самым удобным для жизни регионом России. Мы и дальше будем поддерживать казачество, увеличивать количество дружин, доверять казакам безопасность важных объектов. За последнюю четверть века они уже наработали опыт, который вполне можно передавать молодым. О достойном воспитании будущей смены нынешних атаманов Николай Далуда говорит как об одной из важнейших государственных задач. Важно, подчеркивает атаман, чтобы выпускники кадетских казачьих корпусов в первую очередь ощущали себя кубанскими казаками и стремились стать основой казачьих районных обществ. Знание истории, традиций, обычаев пока на очень низком уровне. Мы растим в казачьих корпусах. Будущее атаманов – это образованные, подготовленные, знающие историю, культуру, обычные традиции казаки. Так я ставлю задачу. И так будут требовать руководителей казачьих кадетских корпусов. Патриотизм, как известно, воспитывают не на словах, а делами. В ближайшем будущем в Краснодаре появится памятник воинам Первой мировой – казакам и горцам. В 1914-м добровольцами на фронт с Кубани ушли 110 тысяч казаков. 32 тысячи из них были награждены георгиевскими крестами. Яна Маскаленко, Валерий Пятов, Денис Маскаленко, 9 канал, Краснодар.